ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действительно, солдат батальона Азов, теперь это не батальон, правда, а полк, сдался добровольно в плен в районе населенного пункта Широкино. Это Мариупольское направление. Более того, рассказал о том, какие задачи были поставлены перед боевиками этого добровольческого батальона. Военнослужащие Азова должны были нанести отвлекающий удар по Широкино, для того, чтобы оттянуть силы от дебальцевского котла и позволить украинской группировке выйти из окружения с меньшими потерями. В частности, была поставлена такая задача. Взяли населенный пункт Широкино без боя, так как там не находились ополченцы. Но после того, как Евгений Чуднецов, а он сам родом из Макеевки, является националистом, был близок к различным радикальным околофутбольным организациям, именно поэтому и пошел в Азов. После того, как он увидел, как украинская армия относится к мирным жителям Донбасса, решил добровольно сдаться в плен, и ему была предоставлена такая возможность. Более того, сейчас он и после допроса нам рассказал, что в батальоне Азов 80% личного состава – это члены радикальных националистических организаций, люди, которые не скрывают свои убеждения. Сам военнопленный показал татуировки, это националистические татуировки, и рассказал о том, что в подразделении активно действуют иностранные наемники, более того, работают иностранные инструкторы. В частности, по словам военнопленного, медицину преподают граждане Соединенных Штатов Америки, все тактические предметы преподают граждане других государств, в частности, Грузии и стран Скандинавии. Вот что военнопленный рассказал об иностранных наемниках. – Численность наемников? – Численность наемников, я думаю, около 30 человек. – Около 30 человек? – Иностранцы. – Иностранцы, да? – А вас обучали украинские инструктора или же иностранцы? – На тот момент, когда я уже поступил в батальон, нас обучали украинские и грузины, обучали. Но до моего прибытия в батальон говорили шведы, обучали, ну, то есть по тактике, по стрельбе обучали шведские наемники. Инструктора были шведские. По медицине проводили лекции американцев. – Великолепно. – А скажи мне, шведы, которые у вас в Ленар-Версе, как ты говоришь, они, в принципе, с каким оружием? В основном со снайперскими винтовками, то есть снайперы, да? – Да, в основном снайперские винтовки. У одного видел, правда, даже две снайперских винтовки, не знаю, для чего им. – Точнее, на вашей стороне находятся иностранцы, которые имеют снайперские винтовки, которые приехали сюда, как на сафари, поохотятся. – Также боевой опыт. – Боевой опыт, да, как правило. – Не знаю, с какой целью, но они есть. Вы только что видели фрагмент интервью, фрагмент беседы министра обороны ДНР Владимира Кононова с военно-пленным. Наше интервью с ним будет готово чуть позже. Сейчас его подготовят для эфира. Но вообще стоит сказать, что военно-пленный из полка АЗОВ говорил о том, что накануне перемирия в полк не поступили инструкции о прекращении огня. Также он рассказал, что полк располагает минометами 120-мм, которые активно применяет. Во время подготовки, во время курса молодого бойца, инструкторы говорят с бойцами, готовят бойцов и идеологически, в частности, читают молитву украинских националистов. А вот что военно-пленный рассказал о том, как вели себя бойцы полка АЗОВ накануне вступления в силу режима прекращения огня. Украина использовала реактивную артиллерию для обстреливания мирных. Правильно я понимаю? Да, использовала. И я так понял, использовали с какой целью. Выстрелить как можно больше, пока перемирие не наступило. И я это воспринял только так. Ну, я понял. Вот в нашем разговоре с тобой ты мне сказал, что у тебя было очень много возможностей выстрелить бойцам в спину, которые находились. Нашим бойцам, которые находились в широкий. Да, у меня была возможность выстрелить ополченцев в спину. Они, получается, продвинулись по улице вперед, заняли там дом, а я был с другой стороны. Несколько раз меня никто не замечал, поворачивались ко мне спиной. Ну, я не стал стрелять. Подошел, ну, позвал сам. Ну, и сдался вместе с оружием. Вместе с оружием сдался, да? Ну, так как ты сдался добровольно, я должен тебя внести в список обмена. Твоё... Ты собираешься возвращаться? Нет, я не хочу возвращаться служить украинской армии. Вот, и я уже вчера об этом говорил, и сегодня перед камерой прошу, ну, как, у вас, как у лица Донецкой Республики, у представителя власти, чтобы мне не передавали украинской стороне. Я лучше буду на исправительных работах на Донбассе работать и восстанавливать ущерб, который украинская армия нанесла. Я понял тебя. Ну, вот еще одно свидетельство того, что в добровольческих батальонах воюют националисты и члены различных радикальных организаций, футбольные хулиганы. Стоит сказать, что вот этот военнопленный отказался, чтобы его включили в список обмена, решил остаться здесь. В частности, заявил, что он готов восстанавливать разрушенные украинской армии объекты Донбасса. Спасибо, Евгений. На прямой связи был наш военный корреспондент Евгений Подумный.